Музыка Совсем скоро мы отметим 550-летие казахской государственности. Это не просто дата, это важный повод вспомнить нашу историю, оценить ее по праву. И запомнить, передать своим детям, какой глубокой и важной была история нашего Казахстана. И какой смысл и значение несет наша независимость. В эфире программа «Язык духовной стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! Казахской государственности в 2015 году исполнится 550 лет. Кирей и Женебек в 1465 году создали Первое ханство. И государственность казахов ведет историю с тех времен. Возможно, оно не было государством в современном понимании этого термина и в нынешних границах. С такой известностью и авторитетом во всем мире. Но это можно сказать и про все другие государства той эпохи, сказал наш президент. Это дата очень важная для нас. Дата образования именно Первого национального государства казахского ханства. 15 век вообще это период в мировой истории, когда действительно формируется национальное государство. Идет объединение Англии, объединение Франции. И что в это время формируется казахское ханство, то есть на нашей территории шли такие же исторические процессы, которые шли во всем мире. И завершилось оно тоже формированием вот такого национального государства. Эта дата безусловно важна. В нашей истории очень много важных дат, которые нужно помнить, которые, конечно, нужно отмечать. До последнего времени в обществе не утихали споры относительно возникновения Казахстана. Одни считали, что истинная государственность ведет свое летоисчисление с 1991 года, а другие сходились во мнении, что настоящая государственность ведется со дня образования Киргизской АССР в 1920 году, когда практически были установлены нынешние границы республики. Третьи уверены, что она берет свое начало с образования тюркского каганата, то есть с пятого столетия новой эры. Большинство исследователей склонялось к мнению, что этой датой надо считать 1465 год, когда образовалось казахское ханство. В Википедии говорится, что казахское ханство – это казахское государство на территории современного Казахстана и сопредельных с ним государств, которое образовалось в процессе распада Золотой Орды. Исследование истории Казахстана началось давно, и надо не только исследовать, но и пропагандировать настоящую историю Казахстана, укрепить историческое сознание и мировоззрение, определить подлинную роль Казахстана в данной исторической эпохе и в современном мире. Всенародно отметив юбилей казахского ханства, доведем таким образом до сознания масс и мирового сообщества значимость нашей республики. Ее роль в общечеловеческой истории, культуре и цивилизации, уверены историки. В современный период, когда мы все больше стали изучать историю Казахстана, мы по недавнему посланию президента, следующий год, 2015 год является юбилейным для празднования исторической даты 550-летия государственности Казахской Республики, то есть Республики Казахстан. Мы считаем, мы вообще как историки, что дата эта очень важна для поднятия не только патриотизма среди молодежи и вообще среди казахстанских граждан. Значение 550-летия казахского ханства не в том, чтобы провести очередную конференцию, а совершенно в другом. Предстоящий юбилей – это повод задуматься над своим прошлым и над будущим и обсудить все это. Еще это большой вызов для наших режиссеров, писателей и публицистов. Есть реальный мотив проявить гордость за свою республику. Казахстан на пути своего развития претерпел много изменений. Были периоды казахского ханства, жузов в составе Российской империи, а сейчас это Республика Казахстан. Земля казахов никогда не пустовала. Есть исторические тому факты, которые свидетельствуют о том, что здесь проживали казахи и их предки. Рихи Рашиди написаны Мухаммедом Хайдаром Дулати, который в свое время, он был представителем знатой племени Дулат в государстве Муглистан, который располагался также на территории Калахстана, в Семеречи основная его территория занимала. Он оставил достаточно много сведений в этом своем произведении. И именно это практически единственный источник, в котором называется вот эта дата. Дата дана по мусульманскому календарю и пересчете отдается 1465-1466 года. Что за события происходят в это время? Это событие связано с именами султанов Женебека Кирея, которые вместе со своим подвластным населением, дается примерно в источнике 200 тысяч человек, покидают территорию ханства Абухаира и перекочевывают на территорию Семеречи. На 550-летие казахского ханства и для проведения 20-летия Ассамблеи народа Казахстана в трехлетнем бюджете предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге. Также будет продолжена реализация госпрограммы функционирования развития языков. На эти цели правительством планируется направлять по 3 миллиарда тенге ежегодно, рассказал министр финансов Бахат Султанов. По словам министра культуры и спорта Арстанбека Мухаммеди Ула, план мероприятий по празднованию юбилея в 2015 году включает в себя проекты по изучению истории казахского ханства в музеях. Всего будет проведено 100 мероприятий по всей республике. Только у Мухаммеда Хайдара Дулати упоминается и очень обширно написано формирование казахского ханства. У него также есть даже сведения о том, какова была примерно численность населения казахского ханства, первоначальная территория казахского ханства обозначена, вернее центр формирования казахского ханства обозначена. Также глава ведомства рассказал о плане мероприятий празднования юбилея. Как было отмечено на брифинге, мероприятия будут проводиться на патриотической и концептуальной основе, а также на медийной и научной основах. В январе следующего года начнутся съемки 20-серийного кинофильма, который посвящен истории казахского ханства, работа над которым планируется завершить к юбилею. И это, конечно, затраты потребуют съемки сериала «Казахское ханство». Сколько примерно? Ну вот это, знаете, мы сейчас средства уточняем. Это, конечно, съемки фильма, вы как сами знаете, оно будет только обозначено, когда будет написано, уже закончена сценария. В 2013 году в архивах Китая были найдены новые факты из истории Казахстана. Уникальные находки опровергают домыслы об отсутствии у казахов письменности. В одном из архивов Поднебесной обнаружены 283 тома. Здесь хранятся свыше 72 тысяч документов – дипломатической переписки казахских ханов и султанов с правителями соседних стран. Это уникальные находки – нумизматические материалы, картографические материалы, а также письменные свидетельства о торговых отношениях ханства как независимого государства. Однако без исследования пока остаются архивы бывших союзных республик, куда пока нету доступа. Многие источники хранятся в российских музеях. Члены научно-исследовательских групп Западно-Казахстанского государственного университета именем Хамбета Утемисова выезжали в соседние регионы России. Они собирали археологические и этнографические материалы. Университет даже выиграл грант Министерства образования и теперь занимается изучением работ научных обществ Российской империи, которые в свое время писали о Казахстане. Период средневековой истории Казахстан, конечно, наш университет не проводил. Этим занимаются специалисты в городе Алматы. То есть это Институт Востоковедения, Институт истории, этнологии имени Чуканова-Леханова. То есть централизованы такие центральные институты научные этим занимаются. Наши возможности намного, конечно, ограничены. У нас ученые занимаются периодами 18-го века, 19-го века, когда уже Казахстан был в составе Российской империи. И архивные документы, они сейчас, многие из них до сих пор хранятся в архивах Российской Федерации. Относительно Китая, там очень много выявлено документов из средневековой истории. То есть основной корпус источников по средневековой истории Казахстана, именно по периоду казахского ханства, достаточно ограничен. Вопрос о времени возникновения казахского ханства, первого в Центральной Азии национального государства, которое носило имя создавшего его этноса казахов, является одним из самых дискуссионных проблем отечественной науки. В казахстанской в научной и научно-популярной литературе имеется множество работ, которые посвящены этой теме. Хотя до начала 70-х годов 20-го века вопрос датировки образования ханства в качестве научной проблемы не поднимался. Для определения даты возникновения ханства, в первую очередь, следует рассмотреть вопрос о времени откачевки Кирея Женебека в ЖТСУ, событие, ставшего важным звеном в образовании ханства. Женебек и Кирей, необходимо отметить, что эти султаны – это были потомки Урусхана, правителя Акорды. Акорда – это то государство, которое образовалось впоследствии распада Золотой Орды, в свою очередь, и именно состав Акорды входила в то время большая часть современной территории Казахстана. И султаны Женебек и Кирей генеалогически имели претендовать на власть на территории ханства Аблхайра, потому что ханство Аблхайра – это тоже то государство, которое вобрало себя, как раз стало наследником территории Акорды. Но не только территории, но и политической системы в целом. Поэтому в этой борьбе за власть хан Аблхайр проигрывает, его потомки также проигрывают, и Женебек и Кирей, они становятся полновластными правителями, и с их правлением начинается точка отчета нового государства под названием Казахское ханство. Конечно, Казахское ханство возникло не за один день. Это результат предыдущих процессов, которые происходили в то далекое время. Это формирование казахского этноса к 15 веку завершается. Формируется к этому времени также казахский язык, среди чужских языков. И это закономерный такой процесс, который завершается формированием этноса и формированием государства. Поэтому Казахское ханство, необходимо отметить, что это, скорее всего, было летатом этнических, антропологических, лингвистических и многих других процессов, которые происходили на территории Казахстана. Это изначально было многонациональное государство, в состав которого входили много тюркоязычных племен и родов, впоследствии из которых были сформированы жузы. Казахское ханство – это первое национальное государство, которое образовалось на территории Казахстана. Со временем ее территория расширяется, и в состав нее вошли также Каракалпаки, например, Ногайцы, территории Сырдарий, Сырдаринского региона. Многие казахские ханы издавали свои законы, то есть в истории нам известны законы Касым хана, Есим хана, Тауке хана самый известный. Поэтому все признаки государственности уже были в то время, то есть и наличие населения, наличие территории и наличие законов. Казахский народ имеет яркую, богатую событиями историю, которая стала результатом жизни и деятельности многих поколений. Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрестке древнейших цивилизаций мира, на пересечении транспортных артерий, социальных, экономических, культурных и идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией, между крупнейшими образованиями Евразийского континента. Мы должны выходить, и мы вышли уже на мировой уровень, в мировом общественности. И наша история и культура должна быть очень в центре всей исторической цивилизации. И для того, чтобы весь мир знал об истории казахов, о истории Казахстана, что у нас история очень древняя, и у нас духовность и культура являются одной из древнейших среди тюркских народов и народов всего мира. Все учебники истории и все исследования создаются и проводятся для того, чтобы передать знания о прошлом народу будущим поколениям. Для молодежи мы и работаем, говорят ученые. Им продолжать начатое предками. История – это урок жизни. Мы народ с очень богатой историей, культурой и духовной историей. И, как я уже сказала, для поднятия патриотизма и воспитания молодежи эти даты исторические мы должны всегда и праздновать, и отмечать это все в нашей истории. В грядущем 2015 году будет много знаменательных дат. Это и 550-летие казахской государственности, 70-летие Великой Победы, 20 лет Конституции и 20 лет Ассамблеи народа Казахстана. И все эти даты особенны для нашего народа, сказал президент. Для изучения истории и исторических фактов, и празднования, и доказательства этих фактов мы должны, конечно же, очень много работать. Работать в архивах, учить этим предметам студентов, чтобы они знали, лучше узнавали историю своего края, историю своего народа. И вот эти вот, как я говорю, юбилеи, которые мы будем праздновать, и юбилеи казахской государственности, и вот у нас юбилеи нашей Конституции тоже, и также празднование у нас будет на следующий год Ассамблеи народов Казахстана. Это все говорит о том, что мы очень много времени и внимания уделяем изучению именно истории и пропаганды среди народов. Нацбанк Казахстана выпустит юбилейную монету к этой дате. Соответствующее письмо на свое заявление 10 ноября получил автор идеи Бахчан Бухарбаев. Вместе с тем отмечается, что разработка дизайна монеты является прерогативой Нацбанка Казахстана. Самая главная из задач наших, например, мы как преподаватели, ученые должны уделять большое внимание для того, чтобы молодые люди, молодое поколение наше будущее, они знали о своей истории, о своих корнях, и делаем для этого очень много. То есть пропагандируем историю, культуру, традиции, обряды нашего казахского народа. Потому что, как я уже сказала, духовность и культура казахского народа является одной из древнейших в истории цивилизации. Празднование 550-летия казахского ханства должно пройти во всех городах Казахстана, так как в становлении и в дальнейшем развитии республики важную роль сыграли все регионы нашего Казахстана. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Бердебек Запарбаев. Он также обратился к руководителям национальных культурных центров, чтобы они приняли активное участие в проведении одного из важнейших юбилеев следующего года. Мы живем в такой стране, где собраны самые уникальные достопримечательности мира, самые различные памятники культуры, исторические находки, древние города, камни с надписями – все это дает нам понять, какое богатство оставили в наследство наши предки. Богатая наследственность нашей земли тоже позволяет судить о том, с каким трудом им удалось сохранить все это. История казахов, история казахской земли, что хранит в своем сердце самые уникальные факты – батыры, похороненные в золотых доспехах, причем не один, а несколько. Все это дает ясно понять наше ценное происхождение. Все это должна знать, изучать и ценить молодежь. Зная, с каким великим трудом сохранилась наша земля, мы не можем не быть достойными наследниками этой великой земли. Все это не раз говорил наш лидер Назарбаев. Он в очередной раз посоветовал молодежи изучать историю, стремиться к знанию, уважать родной язык и познать языки мира. Любой человек, мне кажется, который живет на нашем Казахстане, он интересуется историей нашей республики. У нас очень, так сказать, хорошая история, очень много интересного можно узнать. Я сам сейчас учусь на третьем курсе. Когда учился на первом курсе, у нас был непосредственно такой предмет – история Казахстана. Было очень интересно узнать о том, как жили раньше. На нашей территории такие же люди, как и мы. Как проходила эволюция, какой был прогресс, какой сейчас Казахстан. Чего мы добились за небольшой срок. У нас независимо всего 23 года. Мы много чего добились. А если копнуть дальше в историю, то было очень много задержек в истории. Я так думаю, что если бы мы намного раньше стали независимыми, то мы сейчас были бы намного, можно сказать, впереди, чем Китай, Япония и Корея. Мы были намного больше впереди. Туркестан, Берельский, Курганы, Сайрам – количество оттенков древности не из чести, их очень много. Большинство из них на самом деле требует детального изучения со стороны историков и археологов. Места, где когда-то несколько сотни лет назад были битвы, являются нашими достояниями. Ханы Золотой Орды, Великой Империи, завоевавшие почти половину земного шара – все они заслуживают особого почета в истории мира. А наша молодежь не имеет права забыть эти великие годы в нашей истории. Поэтому президент особо отметил важность изучения ее молодыми учеными. Прошедший год истории в Казахстане вывел очень много фактов на повестку археологических исследований. Новые факты, новые открытия – все это продолжает радовать нашу общественность и дополнять нашу историю. Все это снова и снова доказывает нам о том, что нынешняя территория Казахстана – это в полной мере особо богатая историческими фактами земля. Наша Родина – это золотое хранилище ушедших годов. Наша земля – это клад нашей истории. Надо всем людям знать историю. Для чего? Для того, чтобы знать, уважать людей, которые боролись за то, что у нас сейчас есть. Мы должны уважать этих людей, мы должны их чтить, мы должны как-то их воспевать. Во многом то, что молодежь интересуется историей – заслуга нашего президента, который неустанно напоминает о важности изучения как родного края, так и родного языка. Благодаря политике нашего президента Наруслана Абича Назарбаева, сейчас у нас такая стабильность, у нас есть возможность получать знания, хорошие знания не только на территории Сулики Казахстана, а также за границей. И я так думаю, что каждый гражданин Сулики Казахстана должен внести вклад в развитие для прогресса нашей замечательной республики. Одним из самых больших хранилищ нашей истории является открытый недавно Национальный музей истории в Истане, в открытии которого принимал участие Назарбаев. Музей был создан в рамках реализации госпрограммы «Культурное наследие». Каждому дню столицы мы дарим подобные подарки. К этому празднику Астана весь Казахстан получает еще один ценный подарок. Мы торжественно открываем Национальный музей истории нашей страны. Это новый шедевр современного зодчества. Он дополняет столичный ландшафт своей оригинальной конструкцией и формами. Только что сегодня мы открыли библиотеку первого президента. Тоже уникальное здание архитектора Нормана Фостера. Я думаю, что вы ее посмотрите, но тоже оригинальное здание для столицы. С открытием сегодняшнего музея завершается создание величественного архитектурного комплекса «Казах-Еля». Дворец независимости, устремленный ввысь с тела Казахана. Дворец мира согласия, мечель Хазрет Султан, издание Национального университета искусств, а теперь Национальный музей истории – это архитектурные воплощения вечных ценностей нашего народа. Одна из них – национальная история, как сокровищница всенародной памяти, созидательного опыта наших предков, а также современного и будущих поколений казахстанцев. По словам сотрудников, этот проект не имеет аналогов в Центральной Азии. На площади более 74 тысяч квадратных метров собраны археологические и этнографические историко-культурные памятники Казахстана от древнейших времен до наших дней. В составе музея – залы Астаны, независимого Казахстана, золото, древние и средневековые истории, этнографии и залы современного искусства. В здании планируется одновременное размещение экспозиций нескольких музеев, в том числе музеи истории, золота и драгоценных металлов. Без прошлого нет будущего. Уважая свою историю и сохраняя ее для потомков, народ обретает вечную память. Большая роль в сохранении истории культурных реликвий отведена Национальному музею. Чтобы шагать в ногу со временем, быть интересным и полезным, музей не может быть только хранилищем экспонатов, отметил директор. На днях в Национальном музее прошла презентация книги известного реставратора Крыма Алтенбекова. Называется она «Возрожденные сокровища Казахстана». По словам автора, его творение – первое в своем роде научное издание, которое рассказывает об истории культуры, достояниях нации и известных памятниках, в том числе и о «Золотом человеке». Книга адресована широкой аудитории, а также реставраторам, археологам, музейным работникам, историкам и студентам. Также автор отметил, что ему уже поступило порядка 15 тысяч заказов. Всего же тираж книги составляет 2000 экземпляров, которые уже отправлены в библиотеки регионов. Это титанический был труд, и благодаря нашим, то, что могли собрать, мы его сейчас и показали. Тираж – это по заказу Министерства культуры было выпущено, 2000 экземпляров. Все эти книги созданы, разданы всем библиотекам нашей республики. Мы только опубликовали в фейсбуке, уже пришло 15 тысяч за два дня интересующих людей об этой книге. Которые готовы купить? Да, это один из первых научных изданий. Это не литературные, научно-практически. Там можно увидеть и технологии консервации, и технологии изъятия, лабораторные исследования, и все там можно увидеть. Это научная публикация. Это один из первых книг, которая вышла сейчас, можно сказать, даже и в российских регионах. Например, тысячи экспонатов, не тысячи, здесь сюда вошла, конечно, название за тысячу уходит. Около сотни памятников здесь можно увидеть. Она хорошо иллюстрирована, очень кратко сказана, это же говорят о нашей истории культуры. Это очень интересная, увлекательная эта самая книга. Не знать свою историю стыдно, говорят в народе. По мнению Назарбаева, чтобы обеспечить стабильное будущее и нерушимую независимость, необходимо не забывать наказы наших предков. Постоянно напоминать себе о них. Нужно гордиться землей, на которой живешь ты сам, твои родители и твои дети. Землю, ближе которой ничего не может быть. Важно не только помнить, но и беречь нашу историю. Доносить ее детям, правнукам и самим не забывать свои истоки и то, откуда мы произошли. С вами была передача «Язык духовной стержи народа», созданной при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok